Каждый хотел победить. В Магнитогорске в 14-й раз состоялись всероссийские соревнования под Хакмандо «Братишка», посвященные памяти воинов, павших в горячих точках. Они прошли во дворце спорта Рамазана и собрали около 800 участников из 14 городов России. Чем запомнится турнир, расскажем в следующем сюжете. Парад спортсменов, гимн и минута молчания. Вот так торжественно открылись всероссийские соревнования по Олимпийскому Дхакмандо «Братишка». С напустными словами выступил старший менеджер группы социальных программ ПАО ММК Федор Наследов. Я хочу пожелать, чтобы вы не только телом были войнами, но и духом. Само главное, занимайтесь спортом, любите этот прекрасный мир спорта. В этом году побороться за медали приехали спортсмены из Челябинска, Копейска, Уфы, Кургана, Тюмени, Екатеринбурга и других городов. Магнитка также в числе участников. На татаме Анастасия Машкина. Девушка Дхакмандо занимается всего 4 года. В секцию ее привела мама. Сначала не получалось, но Настя поставила цель и теперь все призовые места в ее кармане. В этот раз в ее категории оказалась одна соперница. Поэтому спортсменке не пришлось долго бороться и девушка вновь оказалась лучшей. Ну не стоит забывать, что выходя на корт, это командная работа идет твоя и тренера. Надо слушать тренера и работать. Она знает нашу технику и может подсказать, если где-то мы не видим. Проводить соревнования под Тхэквандо в Магнитогорске стало уже доброй традицией. Отметим, братишка является своеобразной визитной карточкой города Металургов. За время проведения турнир вырос от регионального до всероссийского и закрепился в едином календарном плане Министерства спорта России и Союза Тхэквандо страны. Всероссийский турнир «Братишка» славится тем, что он мог по результатам присвоить мастеров спорта, кандидатов мастера спорта. Поэтому борьба жесткая, сильная. Мы встречаем гостей и ждем их результаты. Для города Магнитогорска и наших спортсменов это большой стимул для того, чтобы увидеть титулованных спортсменов, посмотреть к чему стремиться. И вообще для нашего города такой значимый турнир, потому что мы все его целый год ждем и организовываем. Помимо спортивной составляющей соревнований, также пропагандирует патриотическое воспитание молодежи. К слову, «Братишка» является единственным подобным турниром под Тхэквандо на Урале. Почетный гость соревнований – бойцы отрядов специального назначения и ветераны военных действий. Я считаю, что вот такие вот турниры, как «Братишка» по Тхэквандо, который собирает не только магнитогорцев, он собирает всех. И другие территории, которые прилегают к магнитогорску. И мы объединяемся этим, и знакомятся наши участники соревнований друг с другом. Даже бывают такие моменты, я знаю, что встречались на поле боевых действий, встречались. Когда-то на ковре были вместе, а потом встретились. Это же здорово. Одновременно со всероссийскими соревнованиями прошел и фестиваль Тхэквандо для юных спортсменов. Ребята выступили с показательным выступлением. В этом году участие в турнире приняли порядка 800 спортсменов из 14 городов России. Тхэквандисты разыграли более 60 комплектов наград в трех возрастных группах. По итогам всероссийских соревнований в общекомандном зачете лидировала сборная Челябинской области. Вторыми стали представители Башкирии. На третьем месте спортсмены из Курганской области. Лада Дубровик, Алексей Вичинкин, телекомпания ТВИН.